Всем привет, с вами GameGuru, меня зовут Александр, и сегодня мы запустим руки внутрь этой замечательной коробки с коллекционным изданием не менее замечательной игры Dishonored 2. Давайте посмотрим на внешний вид этой коробочки. Спереди нас встречает самый главный артефакт, кроющийся внутри нее, это маска Ассасина Корва Аттана. По бокам коробки запечатлены главный герой игры с надписью «Разыскивается». Такие плакаты мы не раз увидим в игре. Сзади коробки стандартно описывается содержимое, в общем-то, этой коллекционной версии игры. Давайте, наверное, мы ее откроем, снимаем чехол вот так, и открываем саму коробку. Что нас встречает первым делом? Это вот это вот замечательное лицо мамы будущей императрицы Эмили Колдуин, которую убили еще в первой части игры. Далее мы достаем бокс с игрой, который отличается от ритейловой версии, и, в принципе, весьма прикольно выглядит в общей стилистике этой коллекционки, то есть это морды двух главных персонажей. Давайте, наверное, достанем самое интересное, что скрывается внутри. В общем, вот эта замечательная маска Корва Аттана. Это реплика. К сожалению, носит она исключительно декоративный характер. Надеть ее на лицо не получится, так как она слишком узкая. Но зато она может украсить ваш шкаф, когда вы ее соберете. Делается таким образом. Здесь есть инструкция, но она вам, в принципе, не понадобится, потому что здесь все очень просто. Мы просто вставляем вот этот костыль в подголовье маски, а вторую его сторону в подставочку. И получаем что-то вот вроде вот этого. Дальше вот это замечательное лицо с мамой Эмили Колдуин. Это, на самом деле, вот такой вот плакат двусторонний. А на второй его стороне запечатлена настоящая императрица, с которой вы встретитесь, я думаю, когда будете проходить второй Dishonored. Ну и еще есть вот такая вот наклеечка с логотипом игры, которую можно прилепить куда-нибудь. И, собственно, последнее, что есть интересно в этой коллекционке, это вот такая вот небольшая коробочка с логотипом игры. Если мы ее откроем, то обнаружим внутри печатку Эмили Колдуин, которую вполне можно носить на пальцы, но она довольно узкая. И, допустим, на средний мне не налезет, только на безымянный. Вот таким вот образом это дело выглядит. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели нас. С вами были Гейм Гуру. Пока! Пока!